Все, хорошо. Тогда мы начали. Я сначала начну с презентации, а потом уже предложу конкретный урок, для того, чтобы мы могли пройти изучение Писания. А, вот даже работает, да? Отлично. Хорошо. Хорошо, тогда помолимся, да? Благодарим Тебя, наш Отец Небесный, за Твою великую честь и милость к нам, что мы можем служить Тебе, что мы можем в это время, Господи, быть действенными, быть практичными, Господи. Мы благодарны Тебе и очень просим Тебя, чтобы мы вот это время не упустили, эту волну не потеряли, Господи, для того, чтобы как можно больше людей уверовало в Тебя, Господи. Я прошу Тебя, благослови наше общение, пребудь с нами, великий Бог, наш Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Ну, начну. Я уже так, половину украинский, половину русский, но был на русском, чтобы не было такого смешного суржика, да? В начале войны, конечно, как всегда, все в таком стопоре, да, особенно первые дни. В начале войны, когда начали там бомбить, и мы там сами живем рядом с аэропортом, двери открывались в доме, но несколько дней был такой большой, очень большой стопор, да, что делать? Что делать? Бежать куда-то или оставаться на месте или еще что-то? Я думаю, каждый переживал. Но как-то так Господь усмотрел, что в молитве, так, в общении и с Богом, и Господь дал такое четкое, ясное направление, чтобы нам оставаться. И вся моя семья, слава Богу, остались мы на месте. Вся моя семья служит Богу. Я от этого благодарен Господу и считаю это за большую, великую честь просто в этом направлении. И Господь, несколько месяцев мы занимались дома служением в церкви в родной. Было очень большой поток беженцев из Мариуполя, из нашей области Запорожской. И наша церковь, она как раз на краю находится. Мы активно принимали людей у себя в помещении, кормили их, давали им, где можно переночевать. Но я понял одну такую большую проблему нашей общины. То, что мы готовы где-то послужить физически, но очень мало людей, которые могут сказать Евангелие. Вот просто в простоте такое сказать, знаете, Евангелие просто. И я благодарен Богу, перед войной Господь меня немножко научил и сформировал. Потому что все время служишь в церкви, в церкви, в церкви. А как же людям неверующим? У меня-то и знакомых уже неверующих уже как-то потерялись. Ну где, как их найти. И Господь так вот забрал у меня работу, бизнес. И мне пришлось пойти работать на такси. И Господь научил нам благовестовать. Потому что я брал пассажиров, возил и думал, люди ездят неверующие. А как же им надо сказать слово Божие? И Господь научил за короткое время, я рассчитывал по времени, сколько у меня есть, на то, чтобы время для того, чтобы сказать саму суть этого Евангелия. И по-разному получалось, одно получалось, так не получалось. Но я тренировался в этом процессе, благодарю Бога. Потому что очень много... Я, наверное, за то время, которое я работал, пару месяцев, сказал, наверное, больше Евангелия людям, чем за все свое служение в церкви, которое я нес за этот период времени. И Господь, конечно, нас очень согласен с предыдущими проповедями, миссией нашей, чтобы нам формировать наши церкви и наши общины в том, чтобы мы учились говорить вот это вот Евангелие. О Писании написано в Матфея 28 глава. Там написано «Идите и что? Научите, а потом крестите, а потом что? Учая их соблюдать все, что я повелел вам». Я подошел к этому вопросу очень, скажем так, буквально. Потому что, понимаете, понимаю, что люди, которые приходят и вроде бы как каются в церкви, их нужно еще научить. В чем им нужно покаяться, правильно или нет? И их нужно потом дальше учить, как духовный рост вот этот давать. И Господь дал такую возможность мне на Донбасс попасть, хотя я ездил туда до войны, ну активные вот этих боевых действий. Ездил, ну раз в месяц, раз в два месяца ездил. Тоже была своя там причина интересная, по которой я туда попал. Вот. И когда я приехал, а тоже работы нет, ничего нет, ничего нет, возможности нет. Раньше я ездил за свои возможности. А тут мне позвонили, предложили помощь именно для служения. И я поехал туда. И когда я приехал, кстати, перед тем, как поехать, я звонил одному своему хорошему другу, пастырю. И их город находится вот возле линии разграничения. Я выезжаю за город, я встаю на дороге и вижу в свободную ясную погоду Донецк уже. Вижу Авдеевку, вижу, ну вот, Маринку вижу, ну вот, дым постоянно, то там, то там восходит. Я точно знаю это направление. На простейце это где-то 20 километров, 20-25. Вот. И я звоню этому пастору и говорю, Сергей Антонович, давай выезжай скорее, выезжай. Ну там же вот-вот обещают русский захват Донецкой области. Тут Запорожскую быстро так прошли, Херсонскую. Что там тут Донецкая? А вы там рядом? Он говорит, я не могу оттуда уехать. Я говорю, как не можете? А потом, когда я приезжаю и вижу такую картину. Я захожу в церковь, знаете, церковь, дом молитвы небольшой, где-то помещает 100 человек. Вот 100 человек очень плотненько заходят в дом молитвы, там балконов нету. Ну, я считал по местам и можно еще с коридорами еще 10 где-то поместить. И я захожу в полный дом молитвы, полный дом молитвы. И он с такой вот радостью такой подходит, говорит, Алексей, он помнит наш разговор. Говорит, ты понял, что я не могу уехать? Говорит, я молился об этом 20 лет, а теперь я возьму и уеду. Я отсюда не уеду никак, не получается. И говорит, у меня 30 членов церкви всего было. Война началась сразу же, на следующий день осталось 10, даже 8 членов церкви. Все остальные уехали. А тут пришло такое большое количество людей на богослужение. И в тот день, я помню, покаялось 25 человек в этом собрании. Просто они молились, обращались. Мы уже выходим в коридор, идем по коридору, люди за руки хватают. И говорят, я хочу, я хочу, я хочу. Это был такой вот бум вот этих вот покаяний. И он начал служение там каждый день. И я предложил ему, чтобы я понимаю, что... И, кстати, что интересно, вижу, что Бог нас готовил к этим событиям. Потому что я там проводил семинар один, потом другой проводил именно на Донбассе, в той местности. Но мы как-то не очень серьезно к этому восприняли, как какую-то подготовку. Я уже потом понял, что Бог нас готовил к тому, чтобы мы были готовы проповедовать вот этим людям. И сначала мы начали ездить в два места. Это вот церковь в селе Украинск. Ну, не селе, это городок такой, город Украинск. И, естественно, Бог, знаете, вот вижу такое большое благословение, наверное, сегодня для всех верующих. То, что Бог дал нам в руки очень много хлеба физического. Так или нет? Гуманитарная помощь просто рекой льется. Удивительно, какая война. Вот даже приезжали братья за границей, с Норвегии. Брат Артур приезжал, там один хороший миссионер. Он говорит, я такого бы нигде не видел. Просто вот, чтобы была война, такие боевые действия. Рядом будет война. А гуманитарной помощи очень много поступает. Именно люди не голодают там. И поэтому, используя вот эти возможности, да, которые Бог нам дал в руку, вот эту гуманитарную помощь, я предложил Сергею Антоновичу, чтобы вот в Селидово, в Селидово как раз пастор выехал с семьей. И там остался брат, которого они, он даже как бы не рукоположный, не дьякон. Но и там, так как я там всех знал, то мы начали в двух городах, в Селидово и Украинск. И начал проводить изучение Писания. Изучение Писания. Сейчас чуть-чуть я вам покажу, расскажу. Есть такой, я сам преподаватель Института по индуктивному изучению Библии. Поэтому есть у нас очень много таких вот разработок, называемых 40-минутка. Каждые 40-минутки 6 уроков, всего-навсего. Вот этот курс истинные взаимоотношения с Богом, он очень хорошо учит людей Евангелие. И даже когда я приехал в свою родную церковь, вернулся, потому что какое-то время, был полтора года, можно сказать, на миссии, был в другой церкви. Но потом, когда началась война, я сразу вернулся. И мы начали проходить этот курс, потому что я увидел нужду, что много людей приехало, ну, приходит к нам, как я говорю, а сказать им некому. Или если мы что-то говорим, не говорим самой сути Евангелия. А какая суть Евангелия, скажите? Какая суть Евангелия? Что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен, что Он третий день воскрес по Писанию. Первое послание к Кориффе, нам 15-я глава. Ну, не все это могли сказать, все это могли увидеть. И я провел обучение в нашей церкви, научились мы, братья, сестры. И говорю, и сам тоже, не упускайте момент. Люди приехали, уехали, пришли, ушли. Но мы должны им обязательно сказать Евангелие. Люди нас лекаются. Мы не знаем, там, некоторые уехали уже покаявшись, где они, как они, Бог знает, где. Знаете, некоторые остались у нас, приняли крещение и сейчас живут там вокруг нашей церкви, снимают жилье. Поэтому первый курс, вы видите, на столе у нас тоже книжечки. Мы начали делать изучение в этих двух церквях по этому курсу истинные взаимоотношения с Богом. Потому что людям нужно было научиться услышать это Евангелие. Потому что они должны понимать, в чем они каятся. Многие пастора жаловались, говорили, ну, уже некоторые по три, по четыре раза покаялись. А дальше, что с ними делать, мы не знаем. И вот как раз мы в этот период приехали для того, чтобы проводить изучение. Мы ездили каждую неделю. Каждую неделю мы посещали эти города. Потом я посещал сразу сам, ездил на своей машине маленькой, что мог там, брал, где мог автобус. Что-то загружал, приезжал, что-то на своей машине привозил. Конечно, много не привезешь для такого большого количества людей. Но Бог нас потом благословил. И у нас был автобус в церкви. Он уехал в Норвегию, когда началась война. Брат-служитель на нем свою семью вывез, нам его вернули. И мы начали ездить, посещать уже на автобусе. И команда наша тоже начала разрастаться. Потому что мы приехали, вот эта фотография, это уже следующий город, Горняк. Рядом он находится с Украинском. И когда мы приехали, сестричка, которая там, ну, как, скажу, вместо пастора, там пастор один на две церкви. Но она стояла, умоляла нас, говорит, приедьте, пожалуйста, к нам. Я готов, ничего не надо, не нужно нам привозить. У нас все есть. Только, пожалуйста, Слово Божие привезите. И мы приехали и начали как раз в Украинский полный дом молитвы. Все изучают Писание. Потом Селидово. Селидово сначала была такая ситуация, очень немножко сложная. Потому что пастор уехал, там было 20 человек, членов церкви. И потом там еще меньше стало ходить. И мы начали, ну, я начал проводить евангелизацию на улице. Тоже удивительным образом, ну, как на улице, не прямо там на улице, но позвонила мне бухгалтер, главный бухгалтер одного предприятия. Говорит, я слышал, что у вас там раздают помощь в церкви. То хочу попросить вас, чтобы вы дали нашему предприятию что-то. Потому что у нас люди, коммунальное предприятие, зарплата 6 тысяч грязными. И плюс налоги выщут, и плюс еще задерживают. Помогите нам чем-то. А я, знаете, я никогда не искал гуманитарную помощь. Я говорю, господи, ты слышал? Слышал. Надо? Дай, пожалуйста. И мне буквально в тот же день звонит один брат с Мукачева, знакомый пастор. Говорит, тебе гуманитарная помощь надо? Я говорю, конечно, надо. Все, к тебе два автобуса выезжает. Я думаю, удивительно, Бог так делает. Знаете, вот забота такая весьма сильная. Они приехали, мы собрали это в пакеты. Такие пакеты, что трудно было поднять. Ну, такие от души, знаете. И мы приехали в это предприятие. А, кстати, это женщина, Светлана Витальевна. Она говорит, я знаю, что вы верующие, поэтому проповедуйте, вот, что хотите, лишь бы только гуманитарную помощь. Мы приехали вечером, как раз конец работы, все собрались, там почти 100 человек на пороге стоит. А, я встал на пороге этого, ихней конторы, она как раз возле выхода, такой вот. И 100 человек так вот по кругу стоит, проповедовал. Там такой устный небольшой урок провел им, такое, чтобы изучение. Пригласил их в церковь, в Селидово, это за Селидово я говорю. Потом в Селидово еще провели в центре беженцев. Это там такое здание большое было. И жили люди, которых вывезли с Маринки, которые уже, ну, разбомбились, ну, серьезно. Потом Водино, там еще какие-то поселки они называли. Они выехали и ни с чем, у них нет ни одежды, ни продуктов питания, они должны жить за свой счет. Но им предоставила мискарада, предоставила им жилье. И как раз вот мы попали туда и пригласили так в Дом Божий, попроповедовали. Я уже потом стал так периодически, приезжаю туда, обязательно туда заезжаю. И до молитвы наполнился людьми, очень много людей. Даже тут брат служителя, он такой немножко боязливый, говорит, я боюсь, ты что, прошло, почти 100 человек прошло на собрание, что с ними делать, я не знаю. Я говорю, делай, изучай Писание, вот как ты видел, как мы делаем. Точно так делай и все, все нормально. Поэтому изучение Писания, это вот такой вот приоритет. Я знаете, хочу вам сказать, что это очень серьезно задерживает людей, ну, именно в церквях. Почему? Потому что многие люди свидетельствуют и говорят, мы пришли сюда за пакетами, ну, а уже остались и уже готовятся к крещению. Почему? Потому что мы были готовы тогда дать им хорошее такое Писание, хорошее изучение Писания, то, в чем они стали так укрепляться, утверждаться и развиваться. Вот, крещение тоже пастор Сергей Антонович, он, и это было первое крещение такое на берегу, людей много, но он говорит, всем пока нельзя, надо еще научить людей, чтобы они четко понимали, знали, во что верить, как верить. Поэтому вот такое небольшое крещение. Так интересно было тоже, мы стоим возле этого горняка, поселка, и как раз осень, активные боевые действия, ракеты прямо над нами летают туда, сюда. Он говорит, да не обращайте внимания, за этой горой нас не будут бомбить, все, давайте, дальше делаем крещение. И мы совершили крещение, слава Богу, имели такую возможность. Поэтому вот, Слово Божие, ну, как я уже говорил, мы делали и на улицах, вот, кстати, вот это вот предприятие, то, которое, я говорил, средняя фотография, где каждый раз, вот, я туда не раз уже потом приезжал, и они уже хорошо нас знают, уже некоторые, каждый раз прохожу, говорю, поднимите руку, кто в церковь стал приходить. Это так, ну, немного, но людей поднимают, кто пошли в церковь, поэтому очень важно делать благовестие и на улице, да, но всегда надо работать только через церковь, только через церковь, такой принцип, для того, чтобы люди могли в церковь уже прийти и начать изучение Писания. Поэтому мы прошли с ними вот ряд курсов, истинные взаимоотношения с Богом, и, знаете, интересно так, я все время делал повторение, я так вот захожу, вот, в украинскую церковь, там дверь, и я так раз стукаю, говорю, постукал, говорю, можно к вам зайти? Они такие, да, можно, говорю, вы не знаете, как можно спастись? И они мне по первому уроку, по второму, по третьему, по четвертому рассказывают, как можно спастись, ну, уже такое вот делали, делали такое повторение. Потом следующий курс, который мы стали делать, это освобождение от страхов, тоже такой вот очень интересный темы этого учебника, первая тема, она говорит, кстати, ну, могу, если интересно, вот рассказать, то первый учебник, да, истинные взаимоотношения с Богом. Первый урок говорит о том, что можно ли вообще человеку метить и отношения с Богом, и как можно, когда можно и когда нельзя. Я думаю, что мы сегодня, хочу вам предложить, чтобы мы могли вместе с вами пройти, просто как замотивировать вас. Второй урок о грехе, и третий урок, первый урок о масштабах греха, третий урок о наказании за грех, и там перечисления грехов разных из Писания. Потом четвертый урок, сила Евангелия ко спасению, как раз непосредственно Евангелие, которое люди должны услышать и спастись. И пятый, и шестой урок говорит о том, что значит смерть Христа, за что он умер, и что принесла смерть Христа в жизнь человека. И шестой урок о том, что значит воскресение Христа. Тоже вот. Поэтому вот следующий курс, который мы провели с ними, это освобождение от страха. Люди боятся, да. Сегодня люди много боятся, переживают, имеют страхи определенные. И этот урок говорит о том, почему люди боятся, первый урок. И он говорит о том, почему. Потому что нет, что, чего? Веры, да, потому что нет веры. А где ее взять, эту веру? И как раз второй урок говорит, что веру можно взять от Слова Божьего, да, слышание от Слова Божьего. И потом перечисление разных страхов. Страх перед людьми, страх перед смертью, страх перед обстоятельствами. И начало мудрости, страх Господь. Вот как раз содержание этого учебника. Мы прошли с ними этот учебник. Потом у нас учебники закончились. Те, которые мы могли раздать бесплатно. И я стал проводить с братьями, с командой. Стали проводить, ну, потому что у нас, мы в разных церквях. Я занимаюсь вот с Селидова и Украинск. Другой брат у нас идет, Горняков Кураховка, то, что рядом. И сейчас одна сестричка, за недостатка братьев, еще Доброполе мы взяли. Она туда приезжает. Как раз страхи сейчас проходят Доброполе. Потом мы начали заниматься, ну, просто вот делаем разбор. На послании Якова просто общий обзор сделали полностью по посланию Якова. И на этом послании я понял, что надо людям уже давать практику. И интересно, вот, ну, например, приведу такой, когда я понял. Вот у нас была вторая глава. Кто помнит, о чем вторая глава в послании Якова? О делах. О вере, да? Вера, которая с делами и которая без дел, да? И я говорю людям, вот смотрите, у вас есть 100% уверен, что у вас уже очень много дома гуманитарной помощи. Вот у вас у каждого уже там склады целые дома. Да? Да, да, есть такое. Хорошо, давайте мы подумаем, кто с нами рядом живет и кому мы можем чем-то помочь, чем-то поделиться. Если вы уверовали в Господа, если вы пришли к Нему, то Бог нас побуждает к тому, чтобы мы делились и верой, и тем, что у нас есть. И знаете, потом попросил, чтобы рассказывали свидетельства. И вот, я, кстати, жаль, не это самое, не подготовил, не думал об этом говорить, но уже по ходу. И, знаете, вот, когда слушаешь свидетельства, встают люди, которые только-только вот уверовали, еще даже крещение не приняли. И одна женщина рассказывает в украинске, она говорит, я услышала, что был обстрел, и в один дом попал снаряд, и сильно разбил там кухню, повредил дом сам. И мы с мужем, они уже старенькие, уже пожилые люди. И мы с мужем, говорит, решили пойти и помочь каким-то образом. Ну, а каким мы можем? Физически не поможем. Они собрали какую-то сумму денег, они оба пенсионеры, хорошие пенсии получают, тут шахтера, она учительница, что уже в школе проработала. И, говорит, мы собрались и пошли искать этот дом. А, говорит, 50 лет живу в этом городе, еле нашли эту улицу, еле нашли этот дом. Но, когда пришли, мы постучались в этот дом, вышел человек, мы его никогда не знали. И, говорю, слушай, мы слышали, что у тебя такая беда случилась, хотим тебе вот помочь. Возьми, пожалуйста, вот, у нас денег, мы тут взяли, тебе отделили. Тут зима наступает, крышу надо крыть, все надо менять, все это. Хоть чем-то мы тебе можем помочь. И он стоит и плачет. Представляете себе? И то, но другие свидетельства были. В другой церкви, в Селидово, там женщина, говорит, мы во дворе, нам воды нет. Во дворе был колодец старый, мы решили его почистить. Ну, всем дома. Собрались, скинулись средствами. Одна женщина упорно говорит, я не буду с вами скидываться, я буду ходить в другом месте брать. Ну, хорошо. Мы, говорит, скинулись, почистили, колодец стал рабочий, функциональный. И, говорит, я когда-то выхожу, смотрю, эта женщина, она упала и сломала руку зимой. И она выходит, и хотела набрать воды с этого колодца. И когда она меня увидела, она раз сразу бросила это ведро и собирается уходить. Я говорю, подожди, 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 не уходи, давай я тебе помогу набрать этой воды. Так я же с вами как-то вот не скидывалась, а теперь мне так, да ты не переживай за это, давай. Она говорит, у меня такая, ну, сердце тоже, стенокардия там, все, ну, я ей набрала два ведра воды, вытащила, еще помогла домой донести. Вы знаете, вот просто радует то, что Бог реально работает и не только с теорией, да, когда мы учим Слово Божие, но когда предлагаем людям делать практику. Вот делать на практике то, что они получают, какие знания. Поэтому потом после этого каждую главу, которую мы проходили, мы потом вернулись к первой главе, испытания, искушения, потом к третьей главе, язык. О, это было там столько свидетельств, знаете, я там некоторые записывал на видео, очень много, потому что там одна женщина встала, говорит, я вот все время на зятя своего, там, и так, и так, и так, а теперь я вот ничего ему не говорю. Он говорит, теща, что с тобой случилось? Она говорит, а я ему ничего не говорю, вот я скажу в церковь, там, говорят, что надо любить, и зятя тем более. Вот поэтому хочу, ну, чтобы это было в жизни моей. И так вот, слава Богу, знаете, вот, когда люди стали практиковать то, что мы изучаем с ними. Потом дальше, еще мы что-то там прошли, я уже даже не помню, но последний курс, вот сейчас вот эта фотография, мы проходим сейчас курс завет. Вот сейчас в двух церквях готовится где-то по 20 человек на крещение готовится. Это самое такое вот, будет прибыльное, можно сказать, такое мероприятие, потому что они все время ходили в церковь, ну, пастор смотрит там, ну, кто как, потому что, знаете, люди приходят, они же ничего не знают. И они приходят такими вот, мы там затрагивали темы, кроссворды там, гадалки там, я говорю, кто-то обращался к гадалкам, когда война кончится, поднимите руки. Да, лес рук такой, все обращались. Говорю, вы знаете, что, ну, это нельзя делать, но если вы веровали в Господа, то Бог все контролирует, все, да, да, все теперь знаем, все, ну, уже поговорили, обсудили, ну, очень много надо понимать, что людей в многих вещах надо учить. Мы привыкли в церкви жить как-то так, знаете, в своем контексте, в своем кругу, но когда приходит очень большое количество людей, то нам надо максимально давать им Слово Божие, то, что говорит Иисус. И вот последний курс, который мы начали проходить, это курс Завет. очень классный курс для крещаемых, он говорит о заветных отношениях с Богом, что значит Завет, и когда, какое преимущество люди верующие имеют в этом Завете, и какая ответственность в этом Завете. И вот как раз сейчас мы буквально в трех церквях делаем этот курс Завет, подготавливая таким образом крещение, потому что пастор говорит, помоги как-то подготовить. Ну, что я могу предложить, если у меня есть, конечно, что предложить, только так. И что интересно, вот уже эти учебники, они уже сами покупают, сами стараются, пишут. Одна женщина свидетельствовала, говорила так, говорит, я пришла, просто зашла за гуманитарной помощью, а тут вы как раз первый урок по Завету. Она потом приобрела учебник, стала так исправно ходить на все уроки. Она говорит, я была в православной церкви, но такого не слышала. Мы так подробненько, Ветхий, Новый Завет, там постоянно идет параллель. Поэтому вот так, вот эта фотография внизу, вот эта, наверное, да, кнопочка? Нет. Которая светится. Ну ладно. Это с Допрополья церковь, вот пастор посрединке Павел Иванович, ну, он не пастор, дьякон церкви, за пасторя, пока пастор уехал с семьей, очень просит и говорит, братья, говорит, которые, не посылайте миссионеров в Африку, говорит, присылайте их в Допрополье. Говорит, нам очень нужен пастор, очень нужны учителя, которые будут учить Слову Божьему. Ну, мы как бы откликнулись и приезжаем туда на группу. И вы знаете, вот Слово Божие, оно делает людей родными. Вот что я заметил еще. Оно делает нас, вот так соединяет очень сильно. Люди приходят. Я захожу в церковь, там все бегут, все обнимаются, все, вот когда, там у меня девочка есть, одна Катя, она так немножко, вот, имеет проблемы со здоровьем, она всегда бежит, так обнимается уже с ее бабушкой, там уже с соседкой. Я уже у них там дома был, уже мы там имели общение очень тесное, плотное, поэтому, ну, что хочу сказать, что, ну, Бог, это вот то, о чем мы с вами говорили, да, вот близкие, тесные взаимоотношения. Что делает нас близкие? Слово Божье. Мы сразу можем, как бы, видеть, кто интересуется Богом, кто ищет Его, да, через Слово Божье и иметь с ними вот такие вот близкие отношения. Вот, я там сфотографировал несколько, ну, то, что я вам показывал, вот эти материалы, и планы, вот, это по презентации, какие планы? Я ехал как-то, возвращаясь в Донбасс, и думаю, а что будет, когда освободят нашу область? Ну, Запорожскую. У меня такой вопрос. Я еду и думаю, готовы ли мы, ну, вот, к тому, чтобы, вот, пойти на эти, освобожденные территории, и в каком состоянии будут там люди, не только дома их, да, а вот люди, в каком они будут состоянии, готовы ли мы? Бог дал такую возможность, недавно съездил в Херсонскую область, как раз на освобожденную территорию, и, конечно, состояние очень печальное, очень печальное. Ну, мы ездили такие, не сам Херсон, а область, села такие, очень далекие, очень такие вот, у них вот только неделю назад включили свет, год не было света, целый год не было света, представьте себе, и люди вот жили под этой оккупацией, постоянно в страхе, постоянно переживали, дом молитвы был, там, в одном селе, но он всегда был закрыт, и полтора года там не проводили служение. Мы приехали, как раз его открыли, начали там проводить это служение, там, которое, ну, уже там пришло 6 человек, там, ну, мы сначала собрали всех людей туда, там, село небольшое, 40 человек было, оказывается, что там еще были дети, 18 детей в этом селе, то мы делали для детей служение, и все, и я думаю, вот готовы ли мы к тому, чтобы, когда деоккупируют наши территории, пойти туда и проповедовать. У меня такая мысль, план такой вот, чтобы подготовиться к этой деоккупации Запорожской области, потому что я предупреждаю там, на Донбассе, говорю, я не буду брать к вам сюда ездить, Бог дал возможность, уже есть таких конкретных 5 учеников, которых мы обучаем, которые проводят, уже тоже группы проводят по изучению Библии, вот, но все-таки все равно тянет домой, да, тянет к тому, что вы делаете. Поэтому план у нас, первый вопрос задать себе, да, готовы ли мы, готовы ли наши церкви, готовы ли наши люди, есть ли у вас люди такие, которых можно обучить, и это не важно, братья или сестры, не важно абсолютно. Доброполе сейчас ездит, сестра одна, потому что некому с братьев поехать, все как-то это заняты, кто-то не может преподавать Слово Божие. Я этому пастору, ну, за пастора Павлу Ивановичу говорю, а ничего, если сестра приедет у вас будет преподавать, он говорит, ну, давай хоть сестру. А сейчас мы приезжаем, и он ее не хочет отпускать. Он говорит, так хорошо, так она красиво преподает. Ну, Бог использует всех. Поэтому, сестрички, сидите там, думайте, надо готовиться. Поэтому нам нужно просто вот определиться. Я думаю, что в будущем мы будем, сделаем объявление в группе и Запорожские, и братья Запорожья, когда мы сделаем семинар, я думаю, по этому уроку, сделать просто, по этому курсу, сделать семинар, чтобы мы были просто способными и готовы были преподать. Потому что учебник всегда лучше. Почему лучше? Потому что ты не только слышишь, да, но что ты делаешь еще? Ты еще видишь и еще плюс записываешь. А если еще будешь способен передать кому-то, то запоминаемость еще лучше улучшается, да. И поэтому вот по планам провести ряд семинаров, чтобы научиться, и чтобы, когда откроется территория, у нас могло поехать там, например, 100 человек, ну в командах разных, к примеру, у меня такая мечта, чтобы было очень много людей, которые раз поехали, раз сосредоточились по области, и тот там преподает, тот там, тот там, те там, те там, те там, все отношения. Потому что когда люди придут, много придут, потому что и гуманитарная помощь будет идти туда, правильно или нет? Вот Херсонскую область сейчас очень много завозят разной гуманитарной помощи, и все. А что делать дальше? Ну хорошо раздали, мы хорошее доброе дело сделали, но надо людям объяснить, в чем причина, какая причина того, что они находятся в таком положении, и мы тоже вместе с ними, так или нет? А про чем причина? Потому что грех и беззаконие, потому что, потому что все вот эти вот моменты, там, допустим, катаклизмы, там, болезни, война, это гнев Божий на наш народ, я всегда молюсь и говорю, Господи, дай покаяние нашему народу, тогда война прекратится. И когда меня спрашивают, говорят, ну, когда она закончится? Я говорю, когда вы покаетесь? Особенно, когда неверующий человек меня спрашивает, говорят, ну скажите, пророчество, когда война закончится? Я говорю, когда вы покаетесь, тогда и закончится. Потому что война, она вот здесь вот у нас В сердце, в разуме, наши грехи Мы постоянно воюем с Богом Поэтому вот такой вот момент Подключайтесь, будем с вами делать дальше У нас есть немножко времени Я предлагаю просто взять учебники Вы можете потом их оставить себе Возьмите, пожалуйста И мы с вами пройдем первый урок Очень хороший инструмент Недавно тоже мы в церкви своей активно готовимся К тому, чтобы служить Богу Словом Божьим И я когда вернулся в церковь Мы поручили заниматься еще репцентром Вчера мы буквально с братьями собирались на полдня Для того, чтобы изучать Писание вместе Для того, чтобы быть готовыми Потому что я вижу, что система обучения Она всегда лучше, чем когда нету никакой системы Согласитесь, да? И мы собрались и как раз изучали историю царя Иосии Помните такого царя? Да Когда он воцарился? Очень молодым Очень молодым Мальчик, ему было всего 8 лет Когда он воцарился? Ну написано 8, не знаю Может быть там есть более глубокие там какие-то познания Ну пусть 7, 8, какая разница 8 лет И у меня вопрос такой сразу стал А почему так рано? Ему пришлось взять бремя управления государством А потому что его папа был безбожник А потому что его дедушка был тоже безбожник А потому что его прадедушка Единственным был это царь Езекия Который делал угодное в отчах Господа А сын царя Езекии, Манасия и его отец Амон Они делали неугодное в отчах Господа Из-за этого гнев Божий пришел на эту землю Знаете, до какой состоятельности дошел народ? Очень много идолов по всей Иудее Очень много поклонений по всей Иудее То, что гневило Господа То, что приводило в такое бедствие На их страну, на их город И знаете, вот там такой урок был о том Что слово Господне утеряное в Доме Божьем Когда они начали восстанавливать храм Господний Написано, что они нашли там Слово Божие Нашли там закон И когда его прочитали пред царем Уже восемь Ему тогда уже немножко прошло время Он уже стабилизировался Он уже имел отношение с Господом И когда они прочитали Священник прочитал пред царем Это Слово Божие Он в ужас и трепет пришел Почему? Потому что он услышал, как Бог будет реагировать На те грехи, которые делает народ и царь вместе с ними Точнее сначала царь и народ И тогда он бегом идите вопросить Господа Потому что он понимал, что гнев Божий пришел На их землю И я просто привел такую, знаете, ассоциацию Думая, а наш народ, он знает Слово Божие? А наш народ, он слышит Слово Божие? Ведь миссия церквей это какая? Передавать людям Слово Божие Наши члены церкви, которые ходят в Дом Божий Посещают годами Они передают Слово Божие? Или они хотя бы знают его? Четко, ясно, конкретно То это такой большой знак вопроса Поэтому наша миссия, она вот такая Давайте мы прочитаем С вами первый урок буквально откроем Тут есть вступление к этому И вопросы там, несколько вопросов А может ли человек иметь близкие отношения с Богом? Если задать вопрос Ну мы здесь большинство верующих Большинство, все верующие, да, сидим Но вот как вы думаете Вот как бы люди ответили бы на этот вопрос Как можно иметь отношения с Богом? Давайте Ходить в храм Ходить в храм, да? Что еще? Молиться Молиться, да? Отче наш Праздновать христианские праздники Праздновать христианские праздники Пост, да Святой пост там содержать Там 40 дней Там или сколько не кушать Ребенка покрестить Да, да Хорошо еще Есть какие-то там свечки ставить Да, там или еще То есть, заметьте У людей очень много разных вариантов У каждого свой Как можно иметь взаимоотношения с Богом? Или хорошую дружбу с Богом? Вот у людей у всех есть разные варианты Если вы спросите, они вам будут отвечать Давайте вот как раз этот урок Он говорит нам о том Когда люди могут иметь с Богом отношения И когда не могут Тут всего лишь один текст Писания Я его выбрал, почему? Потому что он очень короткий Итак, читаем Задумывались ли вы когда-нибудь над тем Что вам нужно сделать Или как измениться Чтобы измениться Чтобы заслужить доверие Бога? Давайте обратимся к Новому Завету И посмотрим, что Бог говорит об этом Послании к Римлянам Итак, читаем Римлянам 5 5 глава 6 по 11 стихи И нам нужно отметить здесь слово Мы и нас Да, мы и нас Ну, кто хочет, отмечайте Кто не хочет Так, устно смотрите, следите И потом слово любовь Еще отметить И читаем, да Ибо Христос Когда еще мы Да Были грешник Немощные В определенное время Умер за нечестивых Нечестивый тоже можно отметить Как кого? Как нас Да, как мы Ибо едва ли кто умрет за праведных Разве за благодетеля Может быть кто и решится умереть Но Бог свою любовь Любовь, отмечаем сердечком К нам Кому К нам, да Доказывает тем, что Иисус Что Христос умер за нас Когда мы были еще грешниками То есть мы И кто мы? Грешники Да Посему тем более ныне Будучи оправданы кровью его Спасемся им от гнева Ибо если будучи врагами То есть это кто? Мы, да Мы примирились с Богом Смертью Сына Его То тем более примирившись Спасемся жизнью Его И недовольность Его Но хвалимся Богом Через Господа нашего Иисуса Христа Посредством которого Мы получили ныне примирение Вот такой текст Писания Мы его с вами прочитаем два раза И ответим на несколько вопросов Согласно восьмому стиху Чем Бог доказывает свою любовь к нам? И каким образом? Умер за нас Хорошо Тем, что Христос умер за нас Когда? Когда мы были еще грешниками Когда мы были еще грешниками Да? Заметьте Вот Мы видим с вами в этом стихе Что Бог вообще нас любит Да? Вот мы можем людям добрым Сказать Люди добрые Бог нас любит Очень сильно Он хочет иметь с нами Эти отношения близкие То есть эти взаимоотношения с Богом Они не Даже не нам больше нужны А Ему нужны Так или нет? Почему? Потому что Он совершил это действие Когда мы были еще в каком состоянии? Грешники Так или нет? Кем мы стали Когда благодать Божия Излилась на нас? Кем мы стали? Стали Что мы можем сказать? Правильно Правильно Да, хорошо То есть мы оправданы кровью Кем еще стали? Вот посмотрите на то, что мы отметили с вами Мы, нас, там, все Кем мы были Кем мы стали? Кем еще стали? Спасенными Да? В 10 стихе Какими стали? В 9 оправданными Оправданными То есть оправданными В 10 стихе Примиренными Да? И 11 стих Та же самая идея Примиренными Да? То есть смотрите Что Бог сделал для нас С вами Для всех людей сделал Это была Его инициатива То есть он нас сделал спасенными Он нас сделал друзьями Потому что здесь написано Врагами мы были А теперь мы друзья Теперь мы спасенные Теперь мы примиренные Теперь мы оправданные Благодаря чему? Благодаря тому, что Бог свою любовь нам доказал То, что отдал Сына Иисуса Христа Который умер за наши грехи Когда мы Следующий вопрос Пройдитесь по местоимениям мы нас Которые вы отметили Или обсудите Что вы узнали о том Каким было состояние человечества Когда Иисус умер за нас То есть до того Как человек принимает Христа Каким было его состояние? Немощные Немощные Очень хорошо Какие еще? Нечестивые Грешники Да? Так или нет? Враги Враги Вот это было состояние Представьте себе До того, как человек Познает Господа Иисуса Христа Он какой? Он грешник Он нечестивый Он враг Богу Да? После того, как он Принимает То, что Бог для него сделал Он кем становится? Оправданным Спасенным Другом Богу И так далее Возникают ли у вас Например Такие вопросы Почему мы называем Названы немощными? Почему названы немощными? Ну давайте Вместе Ничего не можем Сами Ничего не можем Что? Ничего А в отношении Нашего спасения Мы не можем Сами себя Что сделать? Спасти Поэтому мы немощные Бог видит нашу немощь Видит нашу Неспособность К тому, чтобы Иметь это спасение Он дает нам Такую возможность Так или нет? Поэтому Немощными Почему? Потому что мы грешники Потому что мы Ничего не можем Сделать Для самих себя Чтобы спасти Кого называют Грешником? Кого называют Грешником? Вопрос следующий Кто делает грех Кто живет Кто не принимает Вот эту Что? Божью Любовь Божью благодать Чьи врагами Мы являемся И почему? Врагами Бога Врагами Бога Знаете? Не послушаюсь Заметьте Интересно Мы особенно сегодня Понимаем слово Враги Сегодня Скажите Если у нас есть враги Или идет война То активны ли стороны По отношению Друг к другу Чтобы воевать? Очень активными Да? Очень активными Это Другой вопрос Извините А мы что Можем справиться Каким-то образом Против Бога? Да мы ничего Не можем сделать Ему Это мы активны Чем активны? Своими грехами Своими беззакониями Своими Знаете Вот У нас в этом уроке Из курса Завет Есть такой интересный момент Когда Там был такой обычай Обмена оружием Обмен вещами Там Ну это Такая традиция была Когда люди заключали Завет Друг с другом Да? И потом эту традицию Мы переводили на Новый Завет Если обмен одеждами То мы обреклись во Христа Если обмен оружием То Бог 14 хронов Да, да Я контролирую Цей процесс Так что Не волнуйтесь Мы сделаем все вовремя По крайней мере Закончим вовремя Хорошо И вот Обмен оружием Означает о том Что Бог Нас будет защищать От наших врагов А обмен Ну так же И мы должны защищать Или воевать За Бога Против его врагов И я задаю вопрос Такой Ну зал И говорю Кто наши враги Кто наш враг Они такие Ну дьявол наверное Ну знаете Как обычный ответ Такой дьявол А там В этом уроке Интересный такой Идет Текст писания Что наша война Не против Плоти и крови Против духов Злобы поднебесной Потом еще Параллель Писания Текст писания Дела плоти известны А не суть И там перечисление Какие дела плоти Так кто наши враги Получается Что враг Божий Он живет По сути где Внутри нас И мы должны Стоять на его стороне Чтобы воевать Против этих Делают плоти Все очень просто Все очень интересно Хорошо Следующий текст писания Нам надо Этот же текст писания Отметить И прочитать еще раз И отметить Христос и Бог Там Дается Вот как Как это нужно отметить Читаю Ибо Христос Когда Мы были еще Немощны В определенное время Умер за нечестивых Ибо едва Кто умрет За праведных Разве за благодетеля Может быть Кто и решится Умереть Но Бог Свою любовь К нам Доказывает тем Что Христос Умер за нас Когда мы были Еще грешниками Посему Тем более Ныне Будучи оправданной Кровью Его Спасемся им От гнева Ибо Если будучи Врагами Мы примирились С Богом Смертью Сына Его То и тем более Примирившись Спасемся Жизнью Его И недовольность Его Но хвалимся Богом Через Господа Нашего Иисуса Христа Посредством Которого Мы ныне Получили Примирение И у нас Здесь есть Примечание Что значит Оправданный Оправданный Означает Освобожденный От вины Невиновный То есть он Виновный Но он освобожденный От вины Это Ставший Праведным Оправдавшийся Репутацию Праведника Слово Примиренный Означает Невраждующий Восстановивший Согласие Удаливший Ссору Несогласие Удовлетворенный Достигнутым Согласием Не мыслящий Более Себя В оппозиции И примирение Означает Обратить Враждебность Или неприязнь В дружеские Отношения У нас есть Сразу Ну и для людей Которые читают Эту книжечку Да Эти неверующие люди Сразу есть Толкование Кто это такие Да Итак У нас два вопроса Здесь в этом Момент Что мы узнаем О Боге Из этих Из этого отрывка О Боге Ваша очередь Пожалуйста Что мы узнаем О Боге Восьмой стих Давайте мы Посмотрим С вами Бог нас любит Во-первых Бог нас любит И он свою любовь Что? Доказал Доказал Каким образом Доказал? Послал сына Послал сына Своему И что сын Его умер За кого? За грешников Представляете себе Тут сидят Неверующие люди И они слышат За вас умер Сын Божий Вы грешники Вот даже если взять Наоборот Вы бы что-то сделали Для людей Которые причиняют вам Зло Или какое-то Беспокойство Ваших соседей Или еще что-то Отдали бы своего сына Или дочери Да нет Ну что вы О чем речь Не то что там Оправдатели Еще что-то там То есть люди не готовы Но они готовы Понять Что они грешники И что Сам Бог Он сделал Вот это вот Действие За то Чтобы они Перестали быть грешниками Что мы еще О Боге Узнали В 10 стихе Что мы узнали О Боге Что он нас примирил Да С собою Благодаря чему? Смерти Своего сына Да Что он нас примирил Снова Это же мысль Это же идея Но она повторяется В этом тексте И поэтому Очень важный момент Да Что мы спасаемся Жизнью его Что мы спасаемся Жизнью его И 11 стих Что Мы хвалимся Вот тем действием Божиим Да Спасенные люди Которые приняли Которые оправдались Которые стали спасенными Благодаря его сыну Теперь они имеют Способность И возможность Что хвалиться Тем Богом Который Что Сделал для них Вот такое дело Представляете Я вообще Просто Когда читаю Писание И изучаю И думаю Боже Спасибо тебе Что ты дал Такие вот Удивительные Для нас И Привилегии И возможности И поэтому Как я могу молчать Просто об этом Согласитесь Как можно молчать Хорошо Теперь об Иисусе Христе Что мы узнали Об Иисусе Христе В 6 стихе Да Что мы узнали А в 8 В 6 В 6 Что Христос Он умер В определенное время За нечестивых людей Да Вот такая истина Что Христос Вот люди сидят И я говорю Христос умер За вас Нечестивых Он отдал Свою жизнь За то Чтобы вы жили За то Чтобы вы имели Спасение В 8 стихе Та же самая Мысль Идея Подчеркивается Еще больше Что он умер Когда мы были Еще кем Грешниками Да Грешниками И в 9 стихе Говорится о чем Что его кровь Она что сделала Оправдала Нас То есть слово Оправдала Означает Освободила Нас От вины Мы стали Невиновными Только благодаря Чему Его крови Которую он Пролил за нас И мы получили Благодаря этому Что здесь Спасение От чего В этом стихе От гнева От гнева Божьего От гнева Божьего То есть Если ты Вот Этот урок Он разделяется На две части Да Вот мы Не можем иметь Отношения С Богом Никаких Никакими путями Когда мы Грешники Когда мы Враги Когда мы Какие там Еще немощные И так далее Да Вторая часть Этого урока Она говорит о том Что Бог Сделал для нас Возможность Такую Быть оправданными Быть спасенными Быть примиренными Благодаря Его Драгоценной Крови Да Хорошо И теперь Еще В 10 стихе Написано Что Мы Спасаемся Его жизнью То есть Здесь тоже Евангелие Суть Евангелия Что он не просто Умер А что еще Он живет Он воскрес Из мертвых Он воскрес Из мертвых И мы Его жизнью Спасаемся Только благодаря Тому что Он сейчас Живет Да И он живет Не просто Последний урок Как раз Будет говорить О том Что он живет Теперь В наших сердцах Потому что Христос Умер За грехи Наши Но и что Воскрес Для нашего Оправдания И он же Воскрес И он живет В тех людях Которые Приняли Его Это Спасение Да Хорошо Вот такой урок Я думаю Что на этом достаточно Может быть Будут какие-то Вопросы Еще Можете Оставить себе Этот учебник Очень хороший Его ангелизационный Курс Просто Я Очень жалею Знаете О том Что Мы Не все Даже В нашей церкви Не использовали То время Которое У нас было Тоже У нас много Людей Пришло В церковь За гуманитарной Помощью Да Мы проповедовали Да Мы говорили Но на Донбассе Я проводил Эти уроки А дома Мы проводили Только у группы Знаете Мы говорили Кто желает Приходите И Ну Будем изучать У нас есть В церкви Очень большая Группа Женская Там Около Двадцати Человек И моя жена Проводит Эту группу Есть Мужской Для неверующих Нету Потому что В основном Женщины Приходят За гуманитарной Помощью Поэтому Используем Те возможности Знаете Друзья дорогие И время И главное Что время Когда приходят Грешники Мы должны Быть готовы Потому что Я вам советую Будет еще Объявление Когда мы можем Остальные уроки Пойти И эти же самые Повторить Думаю За пару раз За пару встреч Мы полностью Пройдем Кому интересно Но надо быть готовым Все Все Если есть вопросы Какие-то Пожалуйста Можете Задать Но идти Можно Где-то Достать Хотя бы Немножечко Где есть Еще Какую группу Попроводить Конечно Конечно Вы же знаете Где достать Мы вроде бы Там Недалеко Живем Друг от друга Было бы желание Я кстати Вам предлагал Давайте Когда у меня была Возможность Помните За двора Мы стояли Разговаривали Я не оказался Ну и не предложил Ну и не предложил Ничего А вторую книжку Там Да Вторая книжка У меня Наверное На всех не хватит Но пожалуйста Я готов Ее Подарить Тем Кто Подойдут Хорошо То есть Все материалы Насколько я понял Это вот Из курса Индуктивного Изучения Да Да Ну Во-первых Я преподаю В этой сфере Живу Скажем так Во-вторых Я вижу Это эффективным Таким моментом Почему Потому что Вы видите Что здесь Есть текст Писания Да И есть Способ Как бы Вникания Изучения Конкретный Четкий Ясный Вот Поэтому Есть у вас Что-то Другой Какой-то Материал Я просто Хвожу К чему Что Использовать Нужно Время И быть готовым Для того Чтобы Пришли Грешники Хорошо Что они Наполнили Наш Дом Молитвы Я там С некоторыми Братьями На Донбассе Там есть Которые Которые Я предлагал Но они Не захотели Они говорят Вот К нам Приходит Тут По Сколько Шум По 250 Человек Мы собираем И я говорю Братья Очень хорошо Что вы Собираете 250 Человек Вы мне Ответьте На простой Вопрос Сколько У вас Учеников С этих 250 Человек Сколько Вы будете Крестить И наш Разговор Закрывается Сразу Потому что Когда есть Гуманитарка Придут И 300 И 500 И 1000 Сколько угодно Придут За пакетом Получить Но сколько Останется Это большой Знак Вопроса И просто С ними Прочитать Молитву Отче Наш Это недостаточно Это недостаточно Она не решает Люди знают Наизусть Ее Живут Совершенно По другому Не так Как говорят Ну Согласны ли Поэтому Наша Ответственность Научите Научите Каким Вы будете Способом Учить Интуитивным Методом Детуктивным Методом Или еще Каким Либо Другим У вас Есть Какой Хороший Курс Ивангализационный Другой Я знаю Там Антерпенская Церковь Она Ну Я слышал Свидетельство Ну Слышали Может быть Там Были Видео Они Да Они Вот Как-то Но Они Используют Тот же Самый Принцип То есть Приехали К людям Что-то Дали И Обучили Что-то Дали И Обучили Это Очень Важный Момент И Важный Процесс Как Вам Что очень важен Момент Ученичества И С самого Момента Людей Подхватить Да 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 Вот Я скажу Так Вот Те Церкви Которые На Донбассе Дали Возможность Нам Такую Поработать Плотно В этом Вопросе То У них Сколько Людей Пришло Столько И ходят Посидеть Уже Те Которые Не дали Такой Возможности Есть Гуманитарка Пришли Нет Гуманитарки Бог нам Дал Инструмент Очень Хороший Поэтому Мы Его Используем Максимально Как Нам Это Больше Работает Или Как Вы Практикуете С теми Кто Только Покарился Или Те Кто Даже Не Покарился Да Не важно Просто Человек Пришел Открыл Учебник Это Истина Важна Для Всех Я Практиковал Мы В церкви В нашей Два Раза Прошли Сначала Я Провел Но Почему Потому Я Оценил Такую Ситуацию Что Нет Людей Которые Могли Передавать Понимаете В чем Вопрос И Мы Прошли Раз Я Провел Потом Второй Раз Я Говорю Так Теперь Ты Проводишь Готов Урок Вставай К доске И Проводи Теперь Ты Проводишь Давай Тренируемся Братья Тренируемся Потому Что Не Все Могут Четко Ясно Сказать В Евангелии Даже Члены Церкви Поэтому Это Важный Момент Например Освобождение От страха Очень Довольно Такие Интересные Курсы Я Сам Тоже За время Войны Три Или Четыре Раз Прошел Но Вместе С Людьми Которыми Изучаешь Потому Что Ты Все Рано Проводишь Его И Все Рано Изучаешь Готовишься Все И Ну Не Было Лишним Ни Разу Ни Разу Не Было Лишним Постоянно Бог Напоминает Какие То Моменты Вопрос Из Такого Практического Может Больше Характера Вот Из Своего Опыта Личного Служения Как Это Работает Лучше В Каких Группах Маленьких Или Разницы Не Имеют Или Я Не Веду Или Это Можно Вынести На Церковь Такое Обучение Потому Что Я Знаю Что Бывает Когда Аудитория Чем Больше Почему Даже Группы Семинарские Формируют Магистрская Группа Там Десять Девять Человек Двенадцать Вот А Когда Большое Количество Такого Для Людей Нового Сложного Материала Вот В Этом Случа Как Лучше Я Скажу Так Какая Есть Возможность Так И И Если У вас Есть Люди Подготовленные Которые Могут В Малых Группах Работать Пусть Работают Малых Но У нас Была Возможность Я Один Приехал И Сидит Сто Человек Ну Что Мне Делать Как Я Плюс Переездами Со всеми Поэтому Есть Подготовленные Люди Супер Но Я Думаю Что Особенно Вот Этот Курс Его Можно Проводить На И Большому Количеству Для того Чтобы Зацепить А Вот Этот Можно Делать По Группам Но Нужно Подготовить Людей Чтобы Оно Было Интересно Насыщенно И Далее Там Сценит Обед 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 Сейчас Ну Все Давайте Помолимся Я Говорил О том Чтобы Мечту Свою Если Это Тоже Ваша Мечта Давайте Мы Помолимся Виктор Леонидович Вы Закончите Боже Любящий Отец Небесный Благодарим Тебя За Это Время Которое Ты Воровал Нам Чтобы Нам Быть Вместе И Познакомиться И С Презентацией И Чтобы Нам Посмотреть Как Можно Трудиться В Это Время Такое Непростое И Ответственное Ты Благослови И Алексея В Его Служении В Его Труд И Нас Всех Благослови Чтобы Тоже Мы Могли Активно Участвовать И С Большой Пользой Проводить Это Непростое Время Благослови Нас Всех За Все Прими Сердечную Благодарность Аминь Аминь Аминь